Я народная артистка России Светлана Крючкова. Я обращаюсь ко всем гражданам России. Угроза цифрового контроля, нависшая над всеми нами, напомнила мне нашествие на Европу, а потом и на Советский Союз, фашизма. К чему мы идём? К выезженному на руке номеру, как в гитлеровских лагерях. Тогда уже выдайте всем полосатую одежду, чтобы удобнее было следить за нашими передвижениями даже из космоса. Заодно и на пижамах кто-нибудь опять хорошо заработает. Мы должны успеть это остановить. И помните, это самое главное, прежде всего от этого пострадают наши дети. Ваши дети. Потому что их с детства начнут приучать к тотальному контролю. Эти электронные браслеты – такой же символ рабства, как ошейник на рабах. Я хочу напомнить всем, как ещё в 1934 году гениальная Марина Цветаева написала предсказание, предупреждение, которое никто не захотел услышать. А Бог с вами! Будьте овцами! Ходите стадами, стаями, без мечты, без мысли собственной, вслед Гитлеру или Сталину. Являйте из тел распластанных звезду или свасты, крюки. Дальнейшее развитие событий всем известно. Кому выгодно крутить колесо истории вспять? Надо остановить его, пока не поздно, если мы хотим для себя, своих детей и внуков свободную жизнь, наполненную творчеством, созиданием, передвижением и общением. Мы не цифры. Я вообще небольшой сторонник обезличивания личности, а тем более присвоения им каких-то номеров, символов. У человека есть имя, фамилия, отчество. В своё время уже людей отобрали национальности. Я не думаю, что кому-то помешала национальность. Это русский, адыг, еврей, грузин и так далее. Гражданин Российской Федерации – это очень здорово, но национальность – это тоже нормальная. Скрытие своей национальности – это удел слабых и не очень умных. А сегодня, я так понимаю, что уже не Розенбаум, Александр Яковлевич, а номер 24681. Ну, это действительно напоминает концлагерь, во-первых. А у меня генетическая память присутствует. Во-вторых, во-вторых, есть имя, отчество, фамилия. Ну, как можно по-другому? Ну, и ещё один момент. Ну, я бы хотел всё-таки, чтобы мои данные лежали в районном ЖЭКе. Или в районном отделе ФСБ, или в МВД, если я незаконно послушный человек. Или в детской комнате милиции, если я маленький хулиган. Но какие-то там объединённые регистры. Я не хочу, чтобы в моих данных копались разные люди. Я не знаю, будет это удобнее, неудобнее. А вообще, законами всегда правят деньги и власть. Фантасты на эту тему уже давно написали много произведений. Купол с элитой. И за куполом всё остальное выживает, проживает. Поэтому всё к тому, как мне думается. И это мало устроит граждан, к коим отношусь и я. Под куполом будет власть имущие, финансовые имущие, определённое количество музыкальной, литературной элиты, которые будут услаждать уши и глаза власти финансово имущих. Взгляда как количество обслуживающего персонала. Всё к тому. Фантасты не дурачки. Они всё сделали. Так что не знаю. То есть я знаю, это нехорошая идея. Нехорошая идея. Она действительно угрожает прежде всего обезличивание человека. Это кому-то надо. Причём у меня есть теория, что это не земного происхождения истории. Никто вот так землю всю, целиком, полностью остановить и переделывать не может, кроме тех вон ребят, которые о нас думают немножко. Так что подумайте покрепче, государственные мужи. Подумайте. Мало вам интернета, телеграммов, соцсетей различных, жёлтопузных абсолютно передач на первых на первых кнопках, где копаются в личной жизни, в белье людей, где приучают население страны участвовать в этом жёлтопузном процессе ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Личность должна быть независимой, свободной, имеющей право на свою частную жизнь, которая не должна попадать ни в чьи руки, кроме членов семьи этого человека. Идентификация людей до номера, до их, в общем, до, ну, до скотского положения, в принципе, это нехорошее дело. Я бы советовал вам ещё крепко-крепко подумать. Подумать может не о себе даже, о своих детях. Конечно, мир меняется. Нас наказывают за наше отношение к миру, к земле, к природе, к меньшим братьям нашим, животным, которым уже некуда вообще пойти в своей дикой жизнь. всё не очень хорошо. Вы такими законами только подвигаете наступление полной нехорошести. Давайте, думайте, прикиньте мозгами. зажрались наши депутаты. Так хочется покрыть их матом. Им человек тавро, клеймо. Нет, депутаты, вы говно. Побойтесь Бога, атеисты, концлагерь нужен вам, фашисты. Интересное всё-таки время мы живём. 2020 год нам всем запомнится, но не только коронавирусу. Вот смотрите, как-то под шумок, без общественного обсуждения, широкого общественного обсуждения, Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, содержащего информацию о населении страны. В нём будут отслеживаться все важнейшие этапы жизни граждан от рождения до смерти. А ещё введено интересное понятие идентификатор, то есть цифровой номер. Вы помните фильмы моего отца «Судьба человека». Сергею Фёдоровичу скоро будет сто лет. Вот бы он удивился. Снова номер? А ведь в его фильме Андрей Соколов когда лишается своего имени и фамилии? Когда он находится в концлагере. Я тоже играла такую роль в одном из фильмов «Мать Мария». У меня был нашитый номерок. А в Освенцеве его вводили прямо на кожу и детям и взрослым. И вот на Нюрнбергском процессе практику присвоения людям пожизненных обезличивающих номеров и клеймения этими номерами признали преступлением против человечества не имеющим срока давности. Что же мы делаем? Давайте задумаемся прежде чем это делать. Мы люди, а не цифры. Я Михайлов Александр Леонидович, народный артист РСВСР. У ряд многих премий. Меня беспокоит то, что происходит сегодня в мире и в частности с моей нашей Родиной. я не говорю о том, что идет колоссальная информационная атака по поводу нашей России. Огромная. Как сказал современный батюшка, сегодня время безобразное, без образа. мы должны погоняться желтому тельцу честь мучести и толерантами к определенной категории людей. И, конечно, мы сейчас почти не говорим, что есть совесть, есть честь, достоинство, самое главное любовь. Даже Альберт Эйнштейн, который с трудом, как он говорит, пробивал идею и идею относительности и было огромное непонимание по поводу этой идеи. Но самое потрясающее это письмо к своей дочери. И говорит Альберт Эйнштейн, ничего выше и прекраснее нет любви. Любовь это потрясающая сила, великая космическая сила, которая притягивает красивых потрясающих людей. Сегодня время Люцифера. Люцифер переводится очень просто. Это люди цифр, человек цифры. И нас хотят превратить в эту цифру, лишить человеческого достоинства. Это падший ангел, а ведь он был святоносцем правой рука Господа. Но возгордился гордыня. Эту гордыню я ощущаю в конкретных людях, в этих Билл Гейтсах, в Грефах, Чубайсах. В том, что происходит дебилизация нашей молодежи, это уже однозначно. Посмотрите, какие фильмы, что в основе этих фильмов. Город трупов у моря крови. Убить человека со мной, что высморкаться. Я думаю, что это катастрофа. Война это убиение тела. Мирное время убиения души. И неизвестно, где больше жертв. Неизвестно. Поэтому идет третья мировая война. На таком своеобразном чудовищном уровне. Я не хочу быть человеком цифры. я обращаюсь к моему президенту Владимиру Владимировичу. Подумайте, прежде чем подписать этот указ, этот закон. Это очень важно. Поймите, лично я не смогу голосовать за нашу Конституцию, когда будет продавлен вот этот чудовищный закон. Простите меня. Меня это очень волнует. Всего доброго. Любимые братья и сестры, случилось очень неприятное событие, если кто не в курсе. Пока мы с вами честно сидели на этой якобы добровольной самоизоляции, под шумок депутаты Государственной Думы предали наш народ и приняли во втором чтении людоедский закон о едином федеральном информационном регистре. Простыми словами, лишая своих избирателей прав на личную жизнь, нарушив как минимум две статьи Конституции, потенциально совершив государственную измену. И это при том, что сотни тысяч людей подписали петицию против принятия этого законопроекта, но нас опять не услышали. Я считаю, что подобные действия заслуживают самого вплоть до распуска Государственной Думы. Мы не хотим доверять своей жизни предателям. Я уверен, что наш президент никогда не подпишет этот законопроект, ведь он настоящий президент, ведь он ведет нашу страну к процветанию, а не в концлагерь, где у нас даже имен нет, а только номера. Господа депутаты Государственной Думы, вам не стыдно и не страшно за тот закон, который вы только что приняли? А где же неприкосновенность к частной личной жизни каждого жителя моей России? Вам не стыдно, не страшно? Ну, если вам глубоко наплевать на Россию, на страну, на отечество, то подумайте хотя бы о своих детях и внуках, если, конечно, они живут еще в России, а не за границей. Подумайте и отзовите этот чудовищный закон, пока не поздно, ибо вас проклянет не одно поколение в результате. Сопредседатель Общественной Палаты Союзного Государства России и Беларусь, член Патриаршего Совета по Культуре, член Рабочей Группы Госсовета по Культуре Николай Петрович Бурляев, народный артист России. В то время, когда наш народ был заключен под домашний арест, происходили поразительные вещи, поистине антигосударственные, антинародные, античеловеческие. С тревогой узнаю о том, что Государственная Дума и Совет Федерации пытаются провести античеловеческие законы, которые всех нас, абсолютно всех в России, весь народ превратят в цифровых рабов. Тревога появилась тогда, когда я услышал, как на Валдайском форуме господин Греф сказал с присущим обаянием, зачем народу давать культуру, нам тогда трудно будет ими управлять. Как после этого человек, произнесший поистине гейбельсовские тезисы, может оставаться у власти и руководить не только Сбербанком, но и цифровизацией, и введением искусственного интеллекта в нашей стране. Если руководитель государства этого не заметил, то, скажем, ему об этом, пусть он примет какие-то меры, или что, есть поддержка идеи Грефа на высшем уровне государственного, тогда все очень серьезно, и тогда на скором голосовании общенародном о поправках могут недосчитаться очень многих голосов. Нельзя превращать Россию и ее народ в рабов. Или прав был Пушкин, паситесь мирные народы, вас должно резать или стричь. Но мы не цифра. Пока мы с вами сидели на самоизоляции, Государственная Дума тихо приняла закон о едином федеральном информационном регистре. О гарантированном Конституции праве на неприкосновенность частной жизни личной семейной тайны теперь можно забыть. Почему? В единую базу без нашего согласия будет собираться вся информация о человеке, начиная с простых паспортных данных, заканчивая всем имуществом, счетами, кладами, даже медицинскими картами. Понятно, что, учитывая специфику страны, завтра такую базу можно будет купить в интернете. ни банковской тайны, ни медицинской, ни личной. Только представьте, какой подарок бандитам всех мастей. Ворам не придется выслеживать в дворах дорогие машины, не придется высматривать богатые окна, нажал на одну кнопку и выбирай жертву. Если хорошие счета, то и дома есть что брать. Тут тебе и адрес жертвы, и адрес стареньких родителей, которым можно пошантажировать, или взять заложники, например. Вы скажете, а мне все равно, мне нечего брать. Бедным людям страшнее по базе черной риэлторы найдут одинокую бабушку с квартирой, увидят прочерк в графе родственников, значит, некому за нее заступиться. И даже все ее болячки в медицинской карте в качестве рекомендации как проще сымитировать внезапный естественный уход из жизни. Мы хотим вернуться в 90-е или человек придет раз в жизни попросить у государства бесплатное лекарство или путевку. А чиновник откроет базу, ну, единый регистр и скажет, а у вас тут вот 100 тысяч на счету. А вы скажете, ну, это на похороны отложено. А вам ответят, ну, и что? Деньги-то есть не положено. А как вам будет приятно, когда чиновник или любой посторонний будет знать результаты вашего вчерашнего УЗИ и анализы? Отдельная тема размещения базы на иностранных нероссийских серверах. Вся информация о всех гражданах России будет в чужих руках. Как тебе такое, ФСБ? Не государственная ли это измена? 210 тысяч человек подписали петицию против принятия этого закона. Их мнение проигнорировано. Дума приняла закон. Совет Федерации его одобрил. Подпишет ли теперь президент? Господин президент, услышите людей, вы как гарант Конституции знаете о 23 и 24 статьях и понимаете, как православный человек, что именно номер Господь не велел менять. мы не цифры. Продолжение следует...